Ильнас Галиви пришел в Казанскую гимназию номер 175 и сделал непоправимое. Не стало 9 человек, 7 учеников и 2 педагогов. Кроме того, еще 23 человека пострадали. Когда преступника взяли с поличным, он вел себя дерзко. Кричал, извивался, пытался свести счеты с жизнью. Говорил, что превратился в монстра и ненавидит людей, от которых хотел очистить мир. На первом суде по избранию меры пресечения Галивиев ерничал, закатывал глаза и демонстрировал полное равнодушие. В беседе с членами ОНК Москвы Галивиев рассказал, что сделал все это на почве ненависти ко всему сущему. «Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел стрелять», приводил слова Стрелка один из членов комиссии, цитирует АНьюс. Холм. Позже он признал вину по всем статьям. Ильнас раскаялся и попросил прощения у родственников погибших и пострадавших. Он признал, что делал все в одиночку и его никто не подстрекал. Слухи о причастности к секте он развеял. «Ни в какой секте я не состоял. Я делал все сам». «Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших». «Прошу прощения». «Извините меня за то, что я сделал», заявил Стрелок, обратившись к близким погибших, сообщает Стархит. Ру. Ильнас подчеркнул, что его многое могло остановить от массовой расправы, но о чем именно он говорит уточнять Стрелок не стал. «На условия содержания он не жалуется». «Условия у меня нормальные». С отцом разговаривал неделю назад. «Питание хорошее. Читаю книжки. Какие дают, такие и читаю», — поделился преступник. «Напоминаем, вначале Голивиев опасался, что его признают невменяемым и на лечении, сделают из него овощи». «Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь, вину признаю», — говорил он. СИЗО «Преступник» пробудет до 11 апреля 2021 года. Пострадавшими по делу Голивиева признали свыше 600 человек. СИЗО «Преступник»